Всем привет! В студии столицы Нижний руководитель общественного движения «Здоровая нация» Артемий Власов. Артемий, приветствую! Здравствуй! Приветствую! Расскажи нам про проект, который вы организовали. Как всегда, проект организовали в сжатые сроки. Называется этот проект «Фестиваль нового образа жизни «Здоровая нация». Организовали его очень быстро, с минимальным бюджетом. Организовала его наша команда «Здоровая нация». Я считаю, что это фактически был подвиг в этот раз. Потому что бюджет был колоссально низок, задачи было поставлено большое количество. Ну и, соответственно, ребята работали практически круглосуточно, не вылезая. Некоторые даже ночевали несколько дней на этой площадке, на грибном канале, в палатке, чтобы этот фестиваль состоялся. Какие, во-первых, виды спорта были представлены? Это был русский жим, также силовые виды спорта различные, которые сочетаются с этим. Был армрестлинг, паркур, йога, шашки. Шашки? Как удалось на одной площадке разместить такие разные виды спорта? Шашки? Я знаю, что танцы у вас вроде бы были. Были и танцы, на самом деле. Был и волейбол пляжный, причем на нескольких площадках. Был и пляжный футбол. И у нас сложились дружеские, именно такие прям хорошие, теплые, дружеские отношения с этими видами спорта, с лидерами и участниками этих видов спорта. Мы в очередной раз бросили клич. Поскольку прошлый фестиваль прошел просто замечательно, то все с радостью отозвались. И по сути, каждая площадка делалась на энтузиазме ее участников, ее организаторов. А, например, билдеры не ходили играть в шашки? Ну, конечно, билдеры рядышком находились, поддерживали молодежь своей неограниченной массой. Центральным гостем на нашем фестивале был Юрий Голубев, который являлся абсолютным чемпионом России по бодибилдингу. Кстати, который являлся тренером, и, по-моему, до сих пор является тренером Путина, президента России. Как удалось его вытащить сюда, в Нижний Новгород? Так оказалось, что мир тесен, и Голубев, он действительно очень интересный спортсмен, очень интересный общественный активист. И он тоже продвигает спорт, то есть на своем уровне он делает примерно то же, что и мы, от себя лично, от души. И наши ребята познакомились с ним на форуме Иволга, мы как бы сконтактировали, начали общаться и пригласили его на фестиваль. Он с радостью согласился, приехал из Москвы. Очень активно вел себя на фестивале, проводил много конкурсов, мастер-классы проводил, замечательное выступление на сцене сделал. То есть это такой вот прям душевный человек, мотиватор. То есть для многих ребятишек, особенно молодых, он именно мотиватор. Знаю, что было практически 5000 человек. Так вот, о каком бюджете идет речь, чтобы вот такое количество людей собрать, собрать столько спортсменов? Бюджет должен быть большим. Бюджет на самом деле должен быть достаточно большим. В данном случае практически все делается на энтузиазме. Но все-таки, все-таки, традиционно нам очень здорово помогли. Это университет Лобачевского. Также наши ребята, наши активисты «Здоровая нация» выиграли грант Иволга, грант ПФО. Также партнером нашего мероприятия выступил Общероссийский народный фронт, который тоже оказал информационную и организационную поддержку. И так как наш фестиваль мы хотим расширять уже в другие субъекты Российской Федерации, то ОНФ начинает подхватывать этот проект. И со следующего года, я думаю, что получится его протиражировать уже в соседних областях. Что вы, может быть, уже на следующий год какие-то планы есть? Ну, фестиваль еще в прошлом году было принято решение делать ежегодным. В этом году по отзывам пришло более 5000 человек, около 6-7 тысяч. То есть при, собственно говоря, гораздо меньших выливаниях, из-за того, что фестиваль действительно нужен и оказался популярен и для жителей города, и для спортсменов с разных городов, области, и были даже спортсмены с других регионов, приезжали, то фестиваль посетило, соответственно, больше народа. И мы приняли решение, что в следующем году он тоже обязательно будет. По числу мы еще точно не решили. Будет это опять сентябрь, потому что погода вносит свои коррективы. К сожалению. Да. И я считаю, это, кстати, был подарок свыше, что незадолго до этого стоял страшный холод, шли дожди, и именно в этот день потеплело, и именно в этот день вышло солнце. То есть это был огромный просто подарок свыше. Да. Соответственно, то, что фестиваль в следующем году планируется сделать чуть более укропненным на этом же месте... Какие-то виды спорта добавите? Я думаю, что мы добавим не столько виды спорта, сколько сделаем более расширенную спартакиаду уже по субъектам Приволжского федерального округа. То есть вы хотите уже такой... Мы хотим расширить географию для того, чтобы ребята могли приехать, поучиться и начинать этот фестиваль, тиражировать по другим регионам. А какова идеология фестиваля? Какого молодого человека вы хотите воспитать таким фестивалем? Вот наш фестиваль называется фестиваль нового образа жизни. Что в этом заключается? Это не просто физкультура или спорт. Это, в первую очередь, здоровый образ жизни, активная жизненная позиция. Это занятие, естественно, физкультурой, спортом. Но также и в это включается саморазвитие человека, чтобы он развивался интеллектуально, чтобы он развивался творчески, духовно. Вот эти все четыре составляющих мы и пропагандируем. И пропагандируем своим примером. Духовно – это что имеется в виду? И интеллектуально. Шашки для этого? Ну, шашки – это как такое... Прикладное. Прикладное, факультативное, потому что там очень много было на шашках детей и людей уже пожилого возраста. То есть, кто приводил, допустим, своих детишек, они уходили бегать на каком-то более активном мероприятии, а пожилые люди садились и играли в шашки. Во-первых, было где присесть, а во-вторых, с пользой и с интересом провести время. То есть, я правильно понимаю, что найдут в себе развлечения и взрослые, и уже совсем молодые? Настолько были площадки интересно организованы, что они были размещены для любого возраста. И для детей, и для, скажем так, активного такого возраста молодого, для молодежи, и для старшего поколения. Ну и два слова вот в эту прекрасную камеру нашим зрителям. Что бы ты им мог пожелать? Я бы хотел пожелать оставаться здоровыми, сильными, жизнерадостными, чтобы в это непростое время помогать своим близким, себе, своей семье и своей стране. Артемий, спасибо большое. Ждем тебя снова. Хорошо.